Капитальный ремонт филиала Щелковской областной больницы на улице Краснознаменской близится к завершению. В здании площадей 4000 квадратных метров по новым стандартам расширены дверные проемы. Выполнена перепланировка палат, процедурных и смотровых кабинетов. Того требует современная медицина. Объект на особом контроле у главы округа Андрея Булгакова. Пациенты с сердечно-сосудистыми и легочными заболеваниями очень ждут открытия корпуса. Будет открытое реанимационное отделение на 9 коек. 6 из них будет предназначено для лечения пациентов с инсультами. И 3 койки для остальных пациентов с возможностью до развертывания до 12 коек. Предусмотрена также на первом этаже лаборатория, которая будет работать в круглосуточном режиме. Глава осмотрел перестроенную входную группу, помещение приемного покоя, реанимация, палаты для пациентов. Ремонт, начавшийся в июле 2020-го, выполнен на 85% и явно затянулся. Предыдущий подрядчик не справился. Сегодня на объекте работает новая организация. Сейчас идет переработка проекта по вентиляции, по консолям, по медицинским консолям для установки. Потому что первоначально проект не предусматривал. Поставлена задача перед подрядчиком полностью выполнить все работы и запустить больницу в работу. Усиливать, если нужно, убрать, помыть. На втором этаже разместится первичное сосудистое отделение для больных с острыми нарушениями мозгового кровообращения. Ранее отделения такого профиля в больнице не было. Пациентов с инсультом становится все больше. Возить больных в соседние округа значит терять драгоценное время. А оно при инсульте имеет критическое значение. Сейчас это очень большая проблема. Мест не хватает на Московской области. И, конечно, в наших интересах побыстрее запустить в работу, поскольку очень много больных с инсультами. В корпусе, который теперь отвечает требованиям доступной среды, продолжит работу детское соматическое отделение. На последний, четвертый этаж из старого здания переедет кардиологическое отделение на 45 коек. Вот так будет выглядеть обычная палата для пациентов, рассчитанная в данном случае на троих человек. Высокие потолки, приятный цвет стен, ну и санитарный узел. Здесь есть все необходимое. Не нужно выходить в коридор. Раковина, унитаз и даже душевая. В отремонтированные помещения начали завозить медицинскую мебель и оборудование, в том числе модули для лечебной физкультуры. Больничный корпус должен открыться до конца этого года. Михаил Налетов, Сергей Максимов, Щелковское телевидение. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...